Знаковое место для Запорожья. Так местные активисты называют сквер по улице Леонова. Именно там в свое время проходили съемки фильма «Весна на Заречной улице». В этом году сквер решили облагородить. Что из этого вышло, знает Виктория Печерская. Мельница, колодец, избушка на курьих ножках и аисты. Такие деревянные фигуры появились в парке по улице Леонова. Запорожские общественники провели там реконструкцию. В парке привели в порядок фонари, покрасили забор и поставили лавочки. Отмечают, этот сквер выбрали не случайно. Историческое название улицы Леоновой – улица Паркова. На этой улице происходили события «Весна на Заречной улице». Эта улица является воротами к парку Металлургов. Это центр города. И в центре города мы хотели сделать сквер. Хотелось бы, конечно, чтобы в городе был не один такой сквер восстановленный. Чтобы парки или мини-парки восстанавливались и город наш засиял красками. Считаю, что мы свои обязательства выполнили. Призываем всех запорожцев к нам присоединяться. Не языками говорить, а следить за городом, озеленять город. Убирать его, чтобы был чист. К сожалению, каждый считает, что кто-то должен что-то делать. А самим проявить инициативу. А рассказывать и говорить, что экология, высокие материи. А в итоге самим поучаствовать в этом процессе никто особо не хочет. Поэтому я всех призываю. Кроме этого, в парке удалили порядка 25 аварийных деревьев. Вместо них общественники высадили саженцы, лип и кустарников. К обустройству территории присоединились и ученики 30-й школы, которая находится неподалеку. Мы очень тщательно следим за чистотой нашей территории, нашей школы. Мы регулярно устраиваем субботники. То есть это когда листья мы убираем. То есть на уроках труда мы убираем листья. И вот с начала года мы думали, как озеленить территорию нашей школы. И благодаря вот этой вот акции у нас получилось озеленить немного территорию школы. Школа наша преобразилась. Она у нас необычная. В том плане, что она связана с историей города. Нашей школе скоро 90 лет. Эта школа начинала еще свои истоки с строительства Днепрогресса. Поэтому мы очень бережем, любим свою школу. И, конечно же, хотелось бы, чтобы данная аллея, на которой мы сейчас находимся, она была красивой, необыкновенной, неповторимой. Поэтому мы благодарны людям, которые заинтересовались нашей аллеей. В 30-й школе к знаменательной дате хотят заложить аллею, посвященную педагогам, которые всю свою жизнь проработали в этой альма-матер. Надеются, что и в этом им помогут запорожские общественники. Субтитры создавал DimaTorzok